МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство разрешило Генпрокуратуре доступ к банковской тайне. Законопроект позволит прокурорам без санкции суда получать информацию о банковских счетах физических и юридических лиц. Антимонопольная служба тоже добивалась такого права, но Верховный суд ей отказал. А в САПФЕДе хотят ввести обязательную идентификацию пользователей электронной почты. Идею предложил сенатор Клишес, объяснив это борьбой с терроризмом. Австралия может стать первой в мире страной, где появится отдельное ведомство, которое будет следить за деятельностью Фейсбук и Гугл. Местная комиссия по конкуренции заявляет, что нынешнее законодательство не может запретить IT-гигантам собирать и обрабатывать данные пользователей без их согласия. В США Фейсбук за это оштрафовали на 5 миллиардов. В Астраханской области задержаны бывший глава правительства региона Султанов и действующий глава Минфина Шведов. Их подозревают в махинациях на 200 с лишним миллионов рублей при расселении аварийного жилья. По этому делу уже арестован целый ряд астраханских чиновников и бизнесменов. А в Перми арестован начальник региональной службы судебных приставов. Кожевникова обвиняют в получении более миллиона рублей взятки за помощь в обналичивании денег. Автоваз с 1 августа поднимает цены уже третий раз за год. Причина – подорожание комплектующих. Таким образом, самый дешевый автомобиль в линейке «Лада Гранта» будет стоить 450 тысяч. Продажи автоваза за полгода выросли на 3%. Весь рынок легковых автомобилей сократился на 2,5%. Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5-7%. Об этом заявили в Торгово-промышленной палате. Причина – недавняя отмена льгот на импорт пальмового масла. Российских дипломатов пустили к морякам, задержанным в Северной Корее за якобы незаконное пересечение морской границы КНДР. Рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» уже больше недели стоит в порту. На борту заканчиваются провизии топлива. Тем временем в Москву прибыл экипаж танкера «Нейма», который СБУ задержало под Одессой. Моряков отпустили после допроса. В Минобороны Китая заявили, что поведение протестующих в Гонконге подрывает принцип «одна страна – две системы» и может вынудить местные власти обратиться к 14-й главе закона о гарнизонной службе. Она позволяет Гонконгу призвать на помощь армию Китая. Собственный гарнизон Гонконга – 6 тысяч человек. Трамп выступил в Вашингтоне на фоне двуглавого орла вместо американского одноглавого. Во время студенческого саммита на экране показали президентскую печать, в которой зрители не сразу опознали подделку. В лапах у двуглавого орла клюшки для гольфа, которым увлекается Трамп, и пачка долларов, сделавшего это сотрудника компании, которая занималась организацией мероприятия, уже уволили.